Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжит новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Сегодня выпуски. С праздником анапские строители. Детская безопасность на курорте превыше всего. И сейчас обо всем подробнее. Второе воскресенье августа – День строителя. В преддверии праздника представители самой мирной созидательной профессии поздравили в администрации города-курорта. В зале представители самых разных профессий – инженеры и бетонщики, монтажники, машинисты автокрана, архитекторы и механики. Сегодня они принимают поздравления с профессиональным праздником. Почетные грамоты и благодарности главы города-курорта, виновникам торжества, вручил его заместитель Сергей Козлов. Строительная отрасль в Анапе развивается высокими темпами. В прошлом году в эксплуатацию введено почти 300 тысяч квадратных метров жилья. Объем выполненных работ в отрасли составил 8 миллиардов рублей. В 4,5 раза больше, чем в 2013 году. Активно в Анапе ведется индивидуальное жилищное строительство. Возле здания администрации заместители главы курорта провели утреннюю планерку для подведомственных управлений. Поставили задачи на день, а в 18 часов службы отчитались о проделанной работе. Специалисты управления муниципального контроля провели мониторинг центральных улиц Анапы и выявили ряд точек несанкционированной торговли. Первый заместитель главы города Светлана Ярабая обозначила маршруты для проведения контрольных мероприятий. Первый – от дискоклуба парохода санатория «Малая бухта». Возле морского порта незаконная торговля квасом. Реализатор попытался скрыться при виде муниципального контроля. Специалисты составили протокол. Штраф заплатит и коммерсант, торговавший бижутерией без разрешительных документов возле ресторана «Ковчег». Еще одно административное производство возбуждено в отношении реализатора торгового павильона «Убювета», рекламирующего товар на тротуаре. Цель данного мониторинга – чтобы наши доблестные предприниматели осуществляли свой вид деятельности, то есть розничную и мелкородичную торговлю внутри павильона. Проводится разъяснительная беседа с предпринимателями, в процессе чего они заходят на территорию своих данных объектов. Маршрут второй группы от санатория «Малая бухта» даст спуска к морю на улице «40 лет победы». На углу улиц Калинина и Таманска предприниматель развернул свой бизнес на дороге. Это повторное подобное нарушение предпринимателя. Сумма штрафа составит не 2000 рублей, а 5000. На маршруте третья группа от театральной площади до улицы Горького нарушений правил торговли на порядок меньше. И еще один маршрут проходил в квадрате улиц набережная Горького-Гребенская. Здесь основные нарушители – реализаторы бижутерии, у которых нет разрешительных документов. 5 августа специалистами Управления муниципального контроля составлен 21 протокол об административных правонарушениях в сфере торговли и 7 за нарушение правил благоустройства. Все материалы переданы на рассмотрение административной комиссии, где определят сумму штрафа. Особое внимание на курорте уделяют организации безопасных перевозок детских групп. За этим бдительно следит отдел технического надзора УГИБДД по городу Анапа. С восторженными лицами, с чемоданами, которые по весу больше их самих, дети приезжают в Анапу. На августовскую смену – выздоровительные лагеря и санатории. Впереди 21 день лета, море и солнце, новых друзей и ярких мероприятий. Июльская смена разъезжается по домам. Одних встречают, а других провожают. В такой суете главное не потеряться и не отбиться от своей группы. А обо всем остальном уже подумали взрослые. Детская безопасность, особенно в пути, в центре внимания на курорте. Инспекторы отдела технического надзора проверяют состояние транспортных средств, осуществляющих перевозку организованных детских групп. За 10 дней до планируемой перевозки подается уведомление на имя начальника УГИБДД города Анапа по планируемой перевозке. В эти 10 дней сотрудники отделения технического надзора осматривают эти автобусы. В течение пяти дней принимают решение о назначении сопровождения. Далеко не каждый автобус соответствует всем требованиям. А детскими жизнями рисковать нельзя. К транспортным средствам целый ряд требований. Автобусы должны оснащены быть средством технического контроля, обеспечивающим непрерывную, некорректируемую фиксацию информации о скорости движения, о режиме труда и отдыха водителей. Также автобусы для перевозки детей должны быть оборудованы ремнями безопасности. Соответствие техническое состояние конструкции должно соответствовать требованиям и нормам технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Только самые безопасные автобусы участвуют в перевозке ребятишек. А уж им остается только радоваться предстоящему долгожданному отдыху, что они и делают. Пока одни дети отдыхают, другие постарше уже начинают трудовую деятельность. Работают вожатыми на детских дворовых площадках. Лето – счастливая пора для ребятни. Чтобы отдых был полноценным, а игры организованными, на территории курорта работают вожатые. Площадка во дворе дома по улице Ленина, 171, работает ежедневно с 6 до 8 часов вечера. Дети уже знают, что здесь их ждет любимая вожатая Вика, у которой всегда в запасе много идей, чтобы сделать отдых веселым и интересным. Мне сказал одноклассник, что он работал в 21 веке. Я послушала, ему очень нравилась эта работа, и я решила тоже попытать счастье. Мне очень понравилось, на следующий год приду снова. Виктория сама еще ученица. Закончила восьмой класс средней школы номер 6. Это ее первый трудовой опыт, но весьма успешный. Сначала дети ко мне привыкали, а потом полюбили, и мы с ними сейчас душа в душу. То есть они меня слушают, у нас все замечательно, любят меня. Мы проводим различные творческие мастерские, когда это нужно. Дети очень любят играть в волейбол, в баскетбол, в пионербол. Мы почти каждый день играем. Любимая наша игра – это играть в бадминтон. У нас постоянно соревнования в бадминтон. Между мальчиками, между девочками. И просто малыши качаем их на качелях. Просто играем в догоняшки, в различные подвижные игры. Каждому малышу нужен свой подход. Молодежный центр 21 век обучает ребят в школе вожатых. Только после этого подростки приступают к работе. В течение всего лета на территории города-курорта Напа работает более 50 дворовых площадок, на которых организовывается работа именно вожатами, летних дворовых площадок. Эти вожатые зачастую несовершеннолетние дети, которые трудоустраиваются в период лета. Они с ними ведут активную работу, занимаются, спортивные, досуговые мероприятия проводят. Жаль, что лето такое короткое. Скоро в школу. Но незабываемые каникулы, проведенные в интересной компании, новых друзей, ребята точно не забудут. С 27 июля по 3 августа в Старом Асколе проходил чемпионат России по тяжелой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 200 штангистов из 47 регионов страны. Анапчанин Олег Чен, воспитанник спортивной школы номер 4, заслуженный мастер спорта, член сборной команды России, чемпион Европы по тяжелой атлетике, вернулся домой с заслуженной победой. На чемпионате в Старом Асколе Олегу Чену не было равных. В своей весовой категории до 69 килограмм он одержал безоговорочную победу и установил новый рекорд России в сумме двоеборья 342 килограмма. Подготовка была плодотворной, поэтому мы рассчитывали на результат, но не на такой. Конечно, планируешь всегда, но бывает что такое, что где-то что-то мешает или не получается. А когда это все свершилось, поднял вес, конечно, был очень рад, доволен. Спортсмен превзошел собственные достижения на 2 килограмма. Во время соревнований Олега всегда поддерживает его личный тренер-преподаватель Петр Курбацкий. Вместе они уже 5 лет. Такие результаты достичь в тяжелой атлетике, конечно, очень сложно. Олег на сегодняшний день первый номер сборной России. У него есть такие волевые качества и огромная, конечно, трудоспособность, потому что тяжелая атлетика, как ни крути, это каторжный вид спорта. По словам Олега Чена, награда выше пробы чемпионата не стала неожиданной. Ведь много времени и сил отдано тренировкам. И золото этому подтверждение. Последние два месяца спортсмен занимается в новом зале спорткомплекса «Рай», где созданы все условия для полноценных тренировок. Любимая работа, если у людей есть, я получаю удовольствие от этого. Поэтому с удовольствием я прихожу на тренировки и готовимся к соревнованиям. Сейчас Олег Чен вместе с тренером готовится к чемпионату мира по тяжелой атлетике, который пройдет в конце ноября в американском Хьюстоне. А в 2016 году спортсмены ожидают Олимпийские игры в Рио-де-Женейро. И в продолжение темы. 8 августа в городе-курорте пройдет комплекс спортивных мероприятий, посвященному Всероссийскому дню физкультурникам. Праздник стартует сразу в двух точках. На центральном пляже в районе устья реки Анапки в 9 утра начнутся соревнования по пляжному волейболу среди жителей и гостей курорта и фестиваль «Спортивная Анапа» среди детей, отдыхающих в местных здравницах. В это же время на стадионе «Спартак» можно будет испытать силы, сдав нормы ГТО. В 10.00 на Театральной площади пройдет торжественное открытие регионального этапа всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2015». А сами соревнования начнутся здесь же чуть позже в 10.30. В 10.00 на улице Горького в районе Летней эстрады все желающие смогут проявить умения и таланты в соревнованиях по бадминтону. А на аллее возле киноконцертного зала «Победа» в Дартсе. В 10.30 любители самой интеллектуальной игры померяются уровнем IQ на шахматном турнире. Он развернется на Театральной площади. На этой же площадке в 17.00 наградят победителей призеров «Оранжевого мяча-2015». А в 17.30 здесь пройдет торжественная церемония награждения лучших спортсменов, ветеранов спорта и победителей соревнований, которыми наполнен этот событийный день. 8 и 9 августа в 14.30 на Центральном пляже будет организован фестиваль современных молодежных видов спорта «Продвижение», где развернутся баталии в силовом экстриме и кроссфите. И завершится праздник на стадионе «Спартак», где в 19.00 пройдет футбольный матч между командами ветеранов спорта. Кроме того, спортивные мероприятия будут организованы во всех сельских округах муниципалитета. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В субботу 8 августа в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 26-31 градус, ночью до 29 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. В воскресенье 9 августа в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем 28-32 градуса со знаком «плюс», ночью до 29 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной Горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной Горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы новости – анапское производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость с песчаным пляжем – вот главные достоинства Кавказа. Также партнер программы новости – магазин «Доступные» и качественные одежды для детей и взрослых «Модная школа». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.